Представители районных администраций в усиленном режиме мониторят объекты потреб рынка на предмет соблюдения антиковидных мероприятий. В фокусе внимание специалистов соблюдение масочного режима, выполнение графика санитарной обработки помещений контактных поверхностей, а также наличие разметки для соблюдения социальной дистанции. Обращать внимание на нахождение самарцев на объектах торговли и услуг сертификатами о вакцинации или QR-кодом. При отсутствии таковых посетители должны иметь при себе результаты ПЦР-теста или справку о перенесенном заболевании. В этот раз мониторинг провели в одном из торговых центров города на Южном шоссе. У вас как часто проводятся дезинфицирующие мероприятия и что они в себя включают? Дезинфицирующие мероприятия включают в себя протирку кассы, протирку монетниц, протирку тележек. Это то, что касается покупателей руками. Мы полностью 100% предметы. Каждое утро мы измеряем температуру. Здесь у нас в принципе уголок для наших покупателей. Вы здесь можете взять маску, одноразовые перчатки, ну и естественно презентифицировать руки. Выявляем правонарушения, которые могут происходить как со стороны граждан, так и со стороны работодателя или предпринимателя на территории торгового центра. Мы отправляем собранный материал во временный традиционно-распределительный центр, в котором находятся специалисты, которым дано право составления протокола в возбуждении дела об административном правонарушении. В ходе проверки обращают внимание на наличие масок у продавцов-консультантов и покупателей, смотрят график дезинфекции помещения и журнал регистрации измерения температуры сотрудников. Только за прошлую неделю выявили 12 нарушений, а с начала года их уже более 300. Штрафы за несоблюдение ограничительных мер внушительные. На физических лиц они доходят до 30 тысяч рублей, для предпринимателей от 100 до 300 тысяч. Повторное правонарушение влечет наложение штрафа от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. У нас крупный торговый комплекс, и поэтому проверки проходят довольно-таки часто, нарушений у нас не выявляется. Проверяют журнал замера температуры, проверяют журнал выдачи маски сотрудникам, проверяют диспенсеры, проверяют разметку в торговом зале, проверяют журнал уборки, потому что каждые два часа должна быть дезинфекция, проверяют дезинфицирующие средства наличия. Для обеспечения безопасности посетителей на территории торгового центра работают сотрудники клининговой компании, в обязанности которых входит регулярная мойка и дезинфекция всех контактных поверхностей. На данный момент торговый центр – это ковид-фризона для наших посетителей, которые обеспечивают полную безопасность и некую уверенность о том, что можно сделать покупки в безопасном пространстве. Мы контролируем своих партнеров, у нас существует правило работы торгового центра, которое обязаны соблюдать все арендаторы. В данные правила с некоторых пор внесены требования о соблюдении всех постановлений губернатора Самарской области и постановления санитарного врача Самарской области. С 15 ноября фудкорты вернулись к своей работе, поэтому в ходе проверки не обошли стороной места приема пищи. Здесь проверяют соблюдение сотрудниками ресторанов быстрого питания требований о ношении средств индивидуальной защиты. Особое внимание уделяется регулярной дезинфекции мест общего пользования и киосков самообслуживания. Я посмотрел, у вас здесь разметка социальная присутствует и столик, за которыми кушают люди. У вас дезинфекционные мероприятия как часто проходят в этих местах? Раз в полчаса протирают киоски. Есть специальный человек, который следит за этим, да? Специальный человек есть, да. Вот, собственно, потом, если курьеры, еще у нас доставка есть, им замеряем температуру при выдаче доставки. Мониторинг торговых центров и объектов потребительского рынка проводят ежедневно, включая выходные дни. По результатам проверки нарушений выявлено не было. Максим Магомедов, Максим Гусев, События.